Это вот такая вот производится отсыпка. Грунт непонятный, это просто глина, даже непонятно с чем. Серега, а наступи на край, чтобы было видно, что у тебя следы останутся. Вот, пожалуйста. Вот они, следы остаются. Это человек идет. То есть в этой ситуации мы видим, что дорога отсыпана совершенно непонятно каким грунтом. Вот видно, что отсыпали грязью, сверху закидали скальни, как же понятно. Вот это вот получилось. Да, вот такая колейность здесь сейчас. Активисты Общероссийского народного фронта Магаданской области провели очередной мониторинг по ремонту и строительству участков колымских дорог. Осмотр дорожной сети регионального значения вызвал массу нареканий со стороны экспертов Народного фронта и контролеров учреждений Дальний Восток. Объекты оказались не готовы к сдаче. Работы не были выполнены в полном объеме. Нарекания вызвали пять участков. Два из них на автодороге Палатка-Кулу-Нексикан, участок дороги Черный Крюч-Гадля и два участка на автодороге Магадан-Балаган-Эталон. Общая сумма контрактов превышает 2 миллиарда рублей. У нас мониторинги это плановые, шли каждый год. Мы стараемся эти мониторинги проводить именно в момент сезона рабочего. Он у нас короткий достаточно, то есть сезонность работ присутствует однозначно. Проведены мониторинги пяти участков региональных автодорог, которые попали под национальный проект безопасной и качественной дороги. Вопросов очень много. По четырем участкам у нас однозначно стоит вопрос о том, что их вводить нельзя. В этом году у них вот этих объектов. Вводить их нельзя, потому что работы либо выполнялись с нарушением технологии, использовались материалы, те, которые не должны были использоваться, то есть не прописанные контрактом и проектом по этим объектам. Были нарушены условия сезонности работ, то есть проводились работы, которые уже в минусовых температурах производиться не должны были. По этим вопросам представители Магаданского ОНФ встретились с губернатором Магаданской области и пришли к общему знаменателю, что нужны качественные автодороги региону. Но так как качество в этом году уже нельзя проверить, потому что дорога уже смерзлась. Где-то и вовсе покрыла снегом. Все приемки работ будут производиться весной, после оттайки. Если дорога будет не соответствовать, деньги подрядчикам выплачены не будут. Деньги будут возвращены в федеральный бюджет, а подрядчикам за свой счет придется эту дорогу переделывать. В конце концов мы уже неоднократно ранее сталкивались с тем, что подрядчики делают тяп-ляп, то есть как они умеют. Но при этом работа принималась. Правительство Магаданской области, это еще до нынешнего губернатора. Приемки проводились в декабре месяце, когда эти недочеты невозможно было увидеть. А потом, мол, типа потом доделается. В результате у нас дорог не было. Такого финансирования, как в этом году, у нас не было еще никогда. Но несмотря на это, подрядчики не выполнили поставленную перед ними задачу. Но здесь в большей степени не к подрядчику вопросы, а к самому заказчику. Как он контролирует ход работ и почему на многое закрывает глаза.